И всем привет, ребят, с вами Мистер Ванька, я записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен новой карте, новому, можно так сказать, режиму, новому ивентовому выходному движению в нашей замечательной игре. Сегодня у нас обзор на новую карту и, возможно, даже получится что-то еще и поймать. Сегодня у нас в игре появилась новая карта, посвященная комьюнити-менеджеру, если я не ошибаюсь, ведущему видеоблогу Максиму Хусейнову. И, как я понял, он долгое время хотел, чтобы в честь его города, в котором он, я так понимаю, родился, была у нас в игре карта. И, наконец-таки, орех ее сделал и посвятил ее, можно так сказать, даже хэллоуинскому ивенту, на котором сегодня, завтра и послезавтра будут падать конфеты, контейнеры и голды в повышенном, ну, не номинале, в повышенной возможности, да, то есть повышенным шансам. И мы вместе с вами сможем их ловить. Поэтому сегодня мы смотрим на эту карту, я еще ни одного боя не сыграл. Конечно, успел чуть-чуть посмотреть уже, как она там выглядит, но все равно эмоции останутся от этой карты, от первого увиденного. Возьмем, я так думаю, что мы Хоппер, Хоппера и Зиду. Говорят, что именно на этой комбине можно там ловить отлично золотые ящики. Ну, и Зиду я, конечно, сам добрал, Хоппер, понятно, что там будет карта большая, там будет удобно на нем ловить. Ну, и отправляемся смотреть, что же там будет у нас. Первые эмоции и обзор на новую карту, посмотрим, что у нас здесь будет получаться. Может быть, сразу же что-нибудь еще и поймаем. Мне было бы очень неплохо за этот ивент поймать приличное количество конфет, чтобы в конечном итоге у меня была возможность получить все-таки тот самый заветный кризис. Поэтому мне нужно постараться за эти три дня, постараться поймать как можно больше конфет и увеличить свои шансы на получение кризиса. У нас где-то сейчас будет голд. Вот так вот карта эта замечательная выглядит. Она мне чем-то напоминает, была у нас такая в игре тоже карта. Здесь вообще модификация всех этих движений, я вообще не понял, где голд. Ой, контейнер был, офигеть, я даже не знал. Ну, у меня все равно в овердрайве не было бы шансов, я бы не забрал. Была у нас такая карта в игре, я вот сейчас не вспомню название, то ли трек она называлась, но чем-то она мне почему-то смахивает на нее. Вот этот вот поворот, который вот здесь вот есть, он очень сильно похож на трек, да, и вот эти вот мосты, да, то есть дорога, железка, да, то есть почему-то мне вот, когда я смотрю на нее, мне вот кажется, что-то здесь схожее с картой трек есть. Да, челок меня здесь убегает, у меня овердрайва, к слову, нету, было бы неплохо, конечно, как-то что-то... О, я заметил голд, где у нас падать будет. Есть там у кого-то овера, если ни у кого-то овера нет, то может у меня есть шанс забрать? Что там падает? О, на меня викинг овер прожимает. Ладно, здесь еще овердрайва, так понимаю, вот в этой позиции в одном на мосту падают. Вот, можно будет тоже попытаться что-то, что-то половить. Поэтому вы можете написать, с какой картой у вас ассоциируется эта карта, либо на что она похожа. Но я бы вот сказал, что есть какие-то схожести с... Ой, конфета падает. С картой трек, трек, трек. Ну, здесь без шансов, короче. Очень много хоперов играть, я не знаю, может быть даже потом будет актуально играть, например, на страйкере. Здесь давать большое количество киллов и уже по ситуации забирать там голды, контейнеры и прочие вещи. Да, то есть, потому что, ну, вот видите, сколько этих замечательных молодых людей играет на хоперах. Голд падает обычный, ну, на обычный прожимать овердрайв такое себе дело. Подождем, что-нибудь нормально, может быть, что-то еще будет падать. Хорошая, может там конфеточка какая-нибудь. Контентовая упадет и я на конфеточку прожму. Многие играют, видите, на хопера молотах, на хопера рикошетах. Делают киллов. Мне кажется, что вот изида в таких ситуациях, где там надо чуть-чуть хп-шечка, может очень неплохо зарешать. Ну, это лично мое наблюдение такое. Все-таки я уже там последние пару-тройку дней на легких корпусах начал на изида гонять. И мне она что-то как-то очень сильно зашла, да. То есть, моментами прям можно безумно много хп себе отхилить в нужный тайминг. И этот эпизод там будет плюсовый для вас. Поэтому берите тоже себе на заметочку, что есть вот такая вот изида. Как присосались, так и уже не отпустите своего оппонента. Так, точка голда такая себе. Не знаю, откуда тут можно его брать. Стараемся вот этого молодого. Не будем ничего стараться. Обычный золотой ящик. На обычные голды прыгать не вижу никакого смысла. Мы лучше просто киллочков поделаем. Поуносим здесь с изида кого-нибудь еще дополнительно. Я, кстати, вообще запикивал в начатую катку. Ну, посмотрим вообще, сколько здесь можно киллов дать, сколько заработать. Я видел, ребята здесь по соточке киллов давали, по 12-13 тысяч кристаллов зарабатывали, если играли на киллы. Ну, понятное дело, что сейчас уже начнут все ловить золотые ящики, и тут не будет такого большого количества киллов. Но все равно. Голды преимущественно, я так понимаю, падают на центре, да, точки. Где у нас точка? А, не, не на центре. Вот сейчас, например, чуть-чуть сбоку. Но больше всего, я так понимаю, точек именно вот здесь на центре. И переодевалки, видите, я жму на гараж. Гараж отключен. Переодеваться в этом режиме нельзя. И вроде как можно пикать группой. Да, вроде как мне говорили, что здесь можно пикать группой, но это мы проверим. Это мы еще проверим. После каточки, можно ли тут запикаться группой. Ну и по голдам что-то пока только там в начале контейнер был. И дальше все тысячи какие-то падают. Падают обыкновенные. Ждем, ждем, что-то интересного. Я бы что-нибудь хотел поймать. Где он только? Голд. Небач. Где голд? Где ты голд? А, вон он. И что падает? Опять обычная тысяча. Одни тысячи, короче, падают. Еще надо ее найти, конечно. Немножечко поискать. Но если нашел, то можно уже что-то, что-то и поймать. Если там будет, конечно, необычная тысяченка. Так, телы вообще залетают. Супер. Здесь, конечно, есть типы какие-то жесткие. На викориках с приваренными башнями гоняют. Но я уже 19 килов дал на изидочке. Нормаль, нормаль, нормаль. Пойдет, пойдет, пойдет. Если изида дает больше, чем, например, молот с блондерчиком, то это вообще супер. Это вообще контент. Вот здесь, конечно, блондерчик такой жесткий. Ой, не блондерчик, это молот с отключением расходки. Третьим выстрелом отключает. Так, вижу точку золотого ящика. И что, у меня будет шанс забрать его? Есть там что-то контентовое. Можете есть шанс забрать? Ой, контейнер, контейнер, кахтейнер. И сразу тип выперегивает на контейнер. Он, кстати, второй конт уже забирает в этой катке. Горожевский тип. Ну, вот видите, если у вас есть хоппера-рикошет, то вы можете в тайминг поймать красиво голд, который вы захотите. Потому что, ну, вы подлетаете до голда. Но, но, при этом, при том, что вы можете забрать голд, силов вы явно набьете меньше. Да, то есть. Ну, и нужно понимать, что у вас там будет, ну, одна возможность, например, поймать золотой ящик, да? То есть у вас-то не будет много возможностей, много попыток. О, конфета. Конфеточка, конфеточка. Это мне надо. Ой, сюда, отлично, отлично. Сюда конфеточку, сюда хорошую. Сюда, сразу, на видос. Сразу, вот то, что надо именно. Не контейнер, ну, контейнер было бы тоже неплохо. Потому что я коплю сейчас контейнер. Но конфеточка, это будет прям то, что надо для кризиса моего. Для моей дороги по хэллоуинской мини-игре. Это прям супер. Вот уже первую, сразу, в первой катке, в первой же каточке, еще и на видос, у нас есть поимочка конфеточки. Ну, вот таких вот еще штук сорок за эти три дня поймать. И все, и все. И кризис открывается сразу. Кризис, кризису сразу можно говорить здорово, здорово, здорово. И уже будет что-то интересное. Так что пробуем пока что просто на килы тут чуть-чуть-чуть пострелять. Может еще что-нибудь поймать. Ну, все-таки не зря держал свой овердрайв. И в нужном тайминге реализовал на конфетке. То есть, ну, вот так вот бывает. В принципе, карта... По карте что я могу сказать? Она довольно закрытая, да. И мне кажется, что хоть и здесь как бы на хопере удобнее от точки до точки, например, доезжать. Но если вы, например, будете играть на килы на такой карте, то у вас может легко получаться здесь давать даже там на условном продуве хорошие килы. Потому что, ну, довольно закрытая. Довольно закрытая карта. То есть, здесь очень-очень много всяких стеночек. И на средних пушках здесь комфортно можно давать. То есть, я думаю, что даже на том же Крусейдера, там, Твинсе, Крусейдера вулкане можно здесь по сотику киллов вообще в легкую накидывать. Ну, и на том же Страйкере, я думаю, что здесь нет никаких проблем. Даже вот, например, на такой... На таком подъемчике вот здесь вот встали. И начинаете в легенькую давать килы. Да, то есть, здесь отличный Вижен у вас сразу открывается практически на всю карту. И вы сразу можете себя контролировать. При том, что там хопперы... Ну, будет реально получать очень много дамага. Прям очень много. Поэтому это может решать. По дроном? По дроном, по дроном. Ну, наверное, да, в преимуществе здесь Кризис. Чтобы быстро лететь, ловкач. Чтобы тоже доехать быстро до точки, забрать гол. Если вы играете на голды, то я думаю, что эти корпусы в преимуществе. И при том, что большой кулдаун вашего овердрайва. Да, и... Ну, практически, я думаю, что у каждого, кто понимает, что нужно делать в этом режиме. И хочет поймать, например, голд, сможет его поймать. Да, то есть, ну, потому что 180 секунд кулдаун вашего овердрайва. Вы там, например, там, прожали овер, забрали голд. Следующий голд уже у вас овера нету. И, соответственно, например, у другого типа, у кого овер есть, у него будет шанс уже его поймать. Да, то есть, без овера, я думаю, что здесь ловить золотые ящики будет крайне-крайне тяжело. Но это еще зависит, конечно, от катки, кто играет. Если играют такие ребята, которые голдоловят, которых вы, там, например, знаете, то против них, наверное, будет потяжелее. Может, против каких-нибудь просто матчмейкинговых игроков, которые там зашли подэмить, киллы понабивать, можно будет и без овердрайва ловить золотые ящики. Да, но у меня даже вот здесь тридцаточка киллов получается уже набить. Тоже очень неплохой результат. Ну, за исключением того, что мне молот постоянно расходку отключает. Молот расходку все-таки отключает, не совсем приятно. Ну, так, вроде, вот по упашке, по киллам неплохо, неплохо. Вот сейчас только что-то голды перестали падать. Падали, 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 и вдруг хоп, и все, и перестали падать. А я бы еще бы словил бы конфеточка одна. Это неплохо, но я бы еще еще-нибудь поймал. Контентовая. Я тебе что-то упала, конечно. А то чуть-чуть еще не падает. Овердрайв сэрвится пока что. О, вот и холд. Вот здесь тоже хорошая позиция. С нее практически видно сразу, куда, где, чего. Вот здесь, если бы у меня, например, был бы хоппер. Ой, хоппер, говорю. Если бы у меня был бы хоппер и рик, да, оттуда с моста прям можно было бы сразу падать на голд. Чуть-чуть подлететь и сразу забирать. Ну, так как у меня такого замечательного вооружения нету, то я так просто не могу взять, да. Ну, это с одной стороны не могу взять, с другой стороны, зато я могу нормально нахавать типов. И они там, ну, особо там ничего не смогут сделать. Я просто их там хаваю, и все. Еще и хп-шечку себе отхилю в нормальном таком ключе. Поэтому здесь тоже такая палка в двух концах. С одной стороны хоппер и рик может быстро забрать гол, с другой стороны у вас будет преимущество над ним. Да, за счет того, что вы можете его быстро схавать. Но это тоже зависит от ситуации. Есть ситуация, где он может просто прыгнуть резко. Да, и все, и ты его не поймаешь. За счет своего овердрайва он подлетит, будет в воздухе парить и заберет у вас толстую котлету. Так, где-то у нас голд. Я только не вижу где, но где-то он у нас будет сейчас падать. Где он падает? А, его уже забрали. Уже Володя забрал его. Володя тут нормально наловился. Два контейнера здесь Володя поймал на моих глазах. Еще сейчас что-то забрал. Не знаю, правда, что там было. Но что-то он забрал. Так, 40 секунд до конца боя. 36 киллов. Посмотрим, сколько мне, кстати, за 36 киллов дадут. Ну, вот за такую игру, где я, ну, особо даже не потел. Что-то, что-то какие-то киллы просто сами набивались. И все. Да. Это был, походу, последний голд. Уже больше голдов здесь не будет. Больше 30 секунд вроде как голды не падают. Ну, может, до 40-очки сейчас киллов еще долетим. Каким-нибудь магическим образом. Всего до 40-очки долечу. Будет супер. Так, вот этого викинга. Хорошо. Уносим. Там вот еще один пассажир вижу. На... У вас погромчики. Оп. И еще одного пассажира схавал. И может быть еще кого-нибудь. Вот, например, этого молота. Давай, 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 давай. Оп. Хорошо. Четвертое место. 40 киллов. И сколько? 6 тысяч. Нормально. 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 При том, что я запикался в начатую катку. Я с нее получил еще и шестерочку. То есть, по сути, за обычную катку на этой соске, я думаю, что можно будет набивать где-то порядка 60 киллов. Да, то есть, можно нахавать на шестьдесятку, а если на шестьдесятку нахаваете, это будет вот примерно такой же бой, как этот, то вы получите около 10 тысяч крисов. Плюс, если поймаете какие-нибудь там конфеты, контейнеры, голды, то десятка за катку и плюс все это дело, это очень, очень неплохо. Очень неплохо. Да, вот так вот можно подформить. И еще, что я хотел проверить, это группа. С группой можно, ну вот, например, там, ну я просто так чисто просто позвать. Да, с группой можно пикать, с группой тоже можно пикать. Это нормальная тема, нормальная. С группой тоже пикается. Илюшу я тут скатку, конечно, вытянул. Извини, Илюш. Так получилось? Надо было, надо было так, Илюш. Как-то так, друзья. Пишите, что вы думаете по поводу новой карты. Пишите свои мысли, поддерживайте видос лайком. За оперативность, за скорость. Может быть, кто-то хотел посмотреть. Может быть, кто-то хотел увидеть, узнать вооружение, на котором там надо. Ловить голды проще там. Или что можно там использовать для нагибчика. Поддерживайте видос лайком. Подписывайтесь на канал, если еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик. Дабы не пропускать новые видосы. Ну, а с вами был Быстрованька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok